Эфиры национальной вещательной компании Саха начинают совместно агитационные мероприятия доверенных лиц кандидатов в президенты России. Я напомню, что главные выборы страны состоятся уже 18 марта. Итак, представим участников нашей сегодняшней программы. Надежда Акимова, доверенное лицо Владимира Вольфовича Жириновского, кандидата на должность президента России от партии ЛДПР. Вячеслав Куличкин, доверенное лицо Павла Николаевича Грудинина, кандидата на должность президента России от политической партии КПРФ. Алексей Егоров, доверенное лицо Владимира Владимировича Путина, кандидата на должность президента страны. И Михаил Заболотный, доверенное лицо Бориса Юрьевича Титова, кандидата на должность президента страны от политической партии «Партия Роста». Я вас всех приветствую. Итак, тема сегодняшней программы «Внешняя политика России. Суверенитет или компромисс?» Первый же вопрос я адресую Надежде Акимовой в порядке регистрации. Итак, с момента объявления принципа суверенной демократии в России еще в 2005-2006 году Россия вступила в борьбу за многополярный мир. Как вы считаете, было ли это правильным вектором во внешней политике России или же нужно было смириться с общим мировым порядком? Ну, однозначно смириться с общим мировым порядком мы не согласны. На этот компромисс мы не пойдем. Надо понимать, что еще в 90-е годы внешняя политика России была загнана в тупик. И мы по сей день пожимаем эти плоды. США и Великобритания по сей день нашу страну нейтрализуют, изолируют ее. И тем самым ведет политику так называемой холодной войны. Ядерное оружие – это единственный фактор, который сдерживает сегодня США и их союзников от военно-политического передела мира. Поэтому мы однозначно за многополярность. И сегодня Россия должна стать именно центром интеграции, которым будет заинтересован в политическом равновесии и Восток, и Запад. Спасибо большое. Вячеслав Семенович, вам тот же вопрос. Итак, что же нам нужно было сделать? Бороться за многополярный мир или смириться с общим мировым порядком? Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня, как было заявлено, начинаются дебаты на ВК и Россия 24. В целом, та политика, которая сейчас сложилась, однополярный или многополярный вопрос ставится, мы полагаем, что мир однополярным однозначно не может быть. Она многогранна. И, соответственно, многополярная политика, она востребована. А Россия, как сверхдержава, она один из тех государств, которые проводят свою политику суверенную, она должна продолжиться. Мы, конечно, понимаем, что за последние годы, с 1991 года, Россия потеряла многих друзей. Ну, посчитайте сами, подумайте. В той же холеной Европе кто у нас остался в друзьях? Никого. У нас тоже та же Латынская Америка у нас сейчас осталась в друзьях. У нас Азия, это Комчинский Китай, это Вьетнам, это Боливия и Куба и так далее. Как показывает практика, и показала практика, левые государства, левый взгляд государства, все поддерживают нашу политику. Но Соединенные Штаты Америки, их демократии, кавычки, не дают покоя нашему развитию. Дело в том, что, ну, Павел Никас Гурдин свой программ тоже обозначил, что однозначно наше государство должно вести свою суверенную политику. Не оглядываться ни на кого, ни на дядю Сема, ни на холеную Европу, которую, как показалось, они санкциями хотят загубить. В свете этого мы за многополярный мир, мы за сильную Россию. Вячеслав Семенович, спасибо большое. Алексей Егоров, итак, все-таки бороться за многополярный мир или смириться с общемировым порядком России нужно? Добрый вечер, дорогие зрители, добрый вечер, уважаемые участники дебата. Ну, прежде чем как говорить о однополярности и многополярности, давайте попробуем для себя решить, да, что для нас важнее, что для нас лучше. Значит, однообразие или многообразие, сила одного или равноправие, диктатура или же демократия, и, наконец, однополярность или же многополярность. Россия во главе с нашим президентом выбрала именно многополярный мир. И отрадно, что участники сегодняшнего дебата поддерживают его в этом плане, поддерживают его политику в этом плане. Потому что Владимир Владимирович Путин еще с начала 2000 года, он отстаивает наше право на свой суверенитет. На то, чтобы Россия смогла самостоятельно развиваться, чтобы ее интересы уважали. Понимаете? И вот это наш выбор, это выбор нашего народа, многополярный мир. И хочу сказать то, что наш президент Владимир Владимирович Путин ведет эту политику. И, отвечая на ваш вопрос, правильно ли был выбран вектор, то мы отвечаем, да, вектор направления был выбран правильно. Спасибо большое. Николай Заболотный, вам тот же вопрос, бороться за многополярный мир или смириться с общим мировым порядком? Что нужно было сделать России? Ну, вообще невозможно жить на планете, чтобы был однополярный мир. Конечно, он только многополярный. Россия, страна среднеазиатская, многонациональная, многоконфессиональная. И очень много, будем говорить, иммигрантов из России живут вообще по всему миру. Если говорить про нашего кандидата, Бориса Юрьевича Титова, он возглавляет на сегодня Союз Россия-Китай. Это не случайно, потому что, если брать Китай, то эта страна, ну, будем говорить, это такая, будем говорить, дочка Советского Союза, которая когда-то, 30 лет назад, смотрела на Советский Союз как на старшего брата. А сегодня мы видим, что это очень мощное государство. Это государство, которое, это одна из, наверное, самых успешных экономик мира. И эта страна, как и Россия, диктует свои условия, я имею в виду, на мировой арене. Россия, конечно, сейчас, я бы сказал, наоборот, даже намного сильнее, чем раньше. Поскольку, все-таки, когда начались вот эти санкции несколько лет назад, когда они особенно обострились, вообще санкции были всегда, когда они особенно обострились, мы стали немножко даже сплоченнее и сильнее. Не немножко, а намного сплоченнее и сильнее, я бы сказал. Поскольку, ну, на мой взгляд, все-таки вот эти санкции, которые идут со стороны Америки и Евросоюза под диктовкой Америки, постепенно улягутся и страна, ну, я имею в виду, наша, то есть это, будем говорить, пена у рта больше, чем такое серьезное действие против России. Что касается России вообще, как игрока, в 2000-х годах мы начали набирать обороты и, ну, и другие государства стали к нам относиться с уважением. Но сегодня, в какой-то степени мы вот упустили этот момент, можно сказать, это по Олимпиаде, которая проходит в Нижней Корее. Спасибо большое. Итак, мы переходим уже к следующему вопросу. Надежда Акимова, совсем скоро мы будем отмечать трехлетие вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Россия приобрела или потеряла? Давайте взвесим плюсы и минусы. Ну, начну с того, что это замечательно, что Крым присоединился в программе нашего кандидата Владимира Вольфовича Жириновского. Значит, внешняя политика должна быть выстроена именно на трех векторах интеграции. И он указывает на то, что сегодня есть шанс интегрировать бывшие страны, бывшие, то есть, республики СССР и воссоздать, так сказать, экономический политический союз этих государств на абсолютно новом уровне. И сегодня Крым – это только первый такой шаг, мы действительно приобрели. Но надо говорить о том, как сегодня выстраивается эта политика. То есть, Владимир Вольфович только ратует за то, что не будет ни одного бедного, голодного и бездомного. Поэтому сегодня, конечно, это замечательно, что Крым с нами, но надо бороться с другими факторами, такими, как коррупция и действительно выстроить равноправие в нашей стране, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Ну и мы все-таки надеемся, что в дальнейшем, благодаря внешней политике, которую предлагает Владимир Вольфович, все-таки интеграция эта произойдет и бывшие, так сказать, республики СССР вернутся в родные пенаты. Так что голосуйте за Владимира Вольфовича Жириновского и только с ним наша Россия сделает мощный рывок вперед. Да, Надежда, спасибо большое. Вячеслав Куличкин, скажите, Россия приобрела или потеряла от присоединения Крыма? Ну, конечно, мы все понимаем, патриоты-государственники России понимают о том, что при приобретении, не сколько приобретении, а вхождении Крыма в состав России, это есть благо. Это есть та ситуация, когда народ Крыма изъявили желание на своем референдуме, чтобы войти в состав Российской Федерации. Мы должны тоже не забывать, что в 1991 году, когда был референдум за Союз, более 80% жителей Советского Союза голосовали за Советский Союз. Но, несмотря на это, кликопредатели и их приспешники сумели обвести вокруг пальца народ и развалить такое государство. Соответственно, Павел Николаевич Грудинин в своих выступлениях и в своей программе обозначил о том, что все-таки Россия должна со своими бывшими братьями, их было 15 республик, однозначно должны объединяться или на политической, или на экономической, или на других формах и так далее. Соответственно, мы должны понимать, что вхождение Крыма – это начало только. Дело в том, что на данный момент стоит перед нами вопрос очень сложный по Донбассу и Луганску. Павел Николаевич Грудинин однозначно заявил о том, что в своей пресс-конференциях, заявил о том, что мы за то, чтобы Крым, Луганск и Донбасс были включены в состав Российской Федерации. Только в этом случае там закончится вот эта гражданская корпоративная война. Затем, товарищи, надо однозначно понимать о том, что, живя в мононациональной республике, в мононациональной России, невозможно быть где-то отдельно от какого-то народа. Поэтому объединение, оно всегда во благо идет. Спасибо большое. Алексей Егоров, Россия от присоединения Крыма приобрела или потеряла? Ну, давайте начнем с того, что Крым всегда ощущал себя частью России. То есть, возвращение Крыма это естественное положение, как бы возвращать естественное положение вообще вещей для наших россиян. И приобретаем ли мы, друзья, если бы Крым не присоединился к нам, если бы он не вернулся, то он бы достался американцам. И тогда вся Россия была бы, грубо говоря, под радаром. Ну и потом, не зря же еще 200 с лишним тому лет назад, якутский полк воевал там, чтобы сохранить Крым России. В Севастополе же есть даже улица такая, да? Якутская. Я говорю о том, что возвращая Крым, мы приобретаем, мы приобретаем, во-первых, мирное небо над головой. Мы приобретаем, мы восстанавливаем историческую справедливость. И, наконец, в-третьих, мы продолжаем ту политику, которую ведет наш президент Владимир Путин. Многополярность. Спасибо. Спасибо большое. Микал Заболотный. Россия от присоединения Крыма потеряла или приобрела? Политически, юридически и по-человечески, конечно, Крым наш. И был всегда исконно русским полуостровом. Конечно, приобрела, поскольку, ну, то есть, будем говорить, что Россия не теряла вообще Крым. Просто на время состава, на время того, как пока Крым был в составе Украины, будем говорить, там, в принципе, и находился наш флот. Просто на сегодняшний день Крым геополитически, как военный форпост страны, вернулся в родную гавань. Во-первых, там живут русские люди. Во-вторых, что бы случилось с Крымом, если бы он не воссоединился с Россией? Там была бы такая же война, как сейчас проходит на Донбассе. То, что Крым наш, это уже де-факто признают многие страны Евросоюза. Уже об этом они говорят открыто. Я бы хотел сказать не только про Крым, а немножко затронуть Донбасс. Я считаю, что Донбасс вообще тоже, ну, мнения расходятся. Некоторые говорят, что он должен войти в состав России, а некоторые говорят, что он должен остаться в составе Украины. Но даже если он останется в составе Украины, то об этом нужно говорить открыто на большой конференции общей мировой, где должна быть присутствовать Америка, должны быть присутствовать страны БРИКС, Европы. То есть это должна быть такая, знаете, геополитическая, такая серьезная, будем говорить, системная проработка этого вопроса, чтобы прекратить вот эти убийства. Потому что кроме России сейчас никто не помогает Донбассу. И там умирают люди, каждый день умирают дети. И это, ну, это не просто плохо, это страшно. Спасибо большое. Итак, мы переходим к третьему вопросу. Надежда Акимова. Какой должна быть внешняя политика России в следующие 10 лет? Кто наши стратегические партнеры? Кто основные оппоненты? И какой должна быть наша главная цель? У вас одна минута. Ну, непосредственно наш кандидат Владимир Вольфович не раз уже говорил и будет говорить о том, что сегодня Россия должна выбрать внешнюю политику, которая кристаллизирует возле себя новый полюс мира. То есть непосредственно соберет те страны, которые будут, так сказать, из ресурсного миллиарда. И поэтому наша внешняя политика, которую предлагает партия ЛДПР и Владимир Вольфович Жириновский, она будет сосредоточена сразу на трех векторах. Это однозначно экономическая, политическая интеграция славянского мира, Белоруссия, Украина и Россия. То есть это интеграция бывших государств СССР, но на новом уровне, я уже выше об этом говорила. И интеграция стран ресурсного миллиарда. То есть это непосредственно сегодня является БРИКС. И, конечно, главный агрессор это сегодня США. И мы должны прийти к тому, что сегодня Восток и Запад должны получить равноправие. Спасибо большое. Вячеслав Куличкин, какой должна быть внешняя политика России в следующие 10 лет? Уважаемый товарищ, ну говоря о внешней политике, невозможно говорить о внутренней политике. Исходя из этого, хочу заверить наши избиратели, что, как заверил Павел Никаж Грудинин, он до конца будет участвовать на выборной кампании. И все инсинуации и провокации, они беспочвенные. Поэтому, говоря о внешней политике, Павел Николаевич Грудинин заявил о том, что однозначно мы будем стоять за равноправные, как говорится, усилия повышения роли ООН, будем в мировой политике. Также будем стоять за то, чтобы ограничить влияние НАТО, его распуска. Мы за то, чтобы ускоренно отработаем союз между Белоруссией. Мы будем стоять за того, чтобы объединиться и поддержать развитие России. Спасибо большое. Алексей Егоров, какой должна быть внешняя политика России в следующие 10 лет? Ну, и сейчас, и через 10 лет мы и я хотим жить в развитой стране. Мы хотим жить в конкурентноспособной стране. Мы хотим, чтобы Россию уважали, а не боялись. Понимаете? Через 10 лет, вообще, если говорить про будущее, вот наши ценности, вот это вот равноправие, демократия, многополярность, это наши ценности. И наши будут стратегические партнеры, те люди, которые будут заинтересованы и поддерживать наши ценности. А нашими оппонентами как раз будут те, кто не поддерживает наши ценности. И Владимир Владимирович Путин, это единственный человек, который сохраняет наши ценности и ведет эту политику. Спасибо большое. Николай Заболотный, ну и вам аналогичный вопрос, какой должна быть внешняя политика России в следующие 10 лет? Ну, во-первых, Россия должна быть сильной. То, что Россия слабая, и многие так считают, что она нужна слабая, всему миру, на самом деле это неправда. То есть, другие государства хотят видеть Россию в виде равноправного партнера. Во-первых, Россия по-прежнему развивается, и последний рост показывает о том, что, я имею в виду технологический, показывает о том, что мы, то есть, в ближайшие 5 лет мы должны, будем говорить, сделать определенный рывок. Вопрос в том, что государства, которые участвуют в этих санкциях, они притормаживают наше развитие, наш технологический процесс и модернизацию. Конечно, у них это не получится, потому что мы знаем из истории, что российские ученые, советские, они всегда, в общем-то, были впереди планеты всей. И сейчас это дает санкции, они как бы дают даже возможность определенного внутреннего роста, когда мы объединяемся внутри страны. Спасибо большое. Уважаемые доверенные лица, теперь у вас есть 30 секунд для того, чтобы обратиться к потенциальным избирателям. Давайте начнем по порядку. Надежда Акимова, пожалуйста. Уважаемые избиратели, голосуйте за Владимира Вольфовича. Мы сделаем мощный рывок вперед. Наш кандидат готов въехать в Кремль и создать такие условия, что в России не будет ни одного бедного, голодного и бездомного. Поэтому голосуйте за ЛДПР. Вместе мы поднимем Россию, и она будет по-настоящему сильной. Спасибо большое. Вячеслав Куличкин, вам то же самое, можете обратиться к избирателям. Уважаемые друзья, предстоят очень принципиально ответственные выборы. И как хозяйственник, как руководитель, как патриот, Павел Николаевич Грудинин понимает, что без труда, без места работы человек не может быть обеспечен, человек не может быть безопасен. Поэтому Павел Николаевич Грудинин заявил, что каждый человек будет обеспечен местом труда. Голосуйте за Грудинина, Павел Николаевич. Спасибо большое. Алексей Егоров, тоже можете обратиться к избирателям. Прежде всего, когда мы голосуем, мы голосуем за будущее наших детей. Мы голосуем за наше будущее, за будущее нашей страны, нашей России, нашей республики. И в этот раз мы должны голосовать за сильную Россию, за наше светлое будущее, за сильного президента, который поднял Россию с колен, за Владимира Владимировича Путина. Спасибо большое. Михаил Заболотов, ваше обращение к избирателям. Уважаемые избиратели, я призываю вас голосовать за Бориса Юрьевича Китова. На сегодня это уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Российской Федерации. Он возглавляет общественную организацию «Деловая Россия», это объединение предпринимателей. Он возглавляет союз «Россия-Китай» и также возглавляет партию «Роста». Борис Юрьевич, это сам по себе предприниматель, человек, который дает рабочие места, защищает предпринимателей, защищает простых людей. И многие люди, сотни по всей стране благодарны ему за это. Спасибо большое. На этом наш эфир подходит к концу. Я напомню, что участниками эфира были доверены лица кандидатов в президенты России. Надежда Акимова, Вячеслав Куличкин, Алексей Егоров и Микаэл Заболотный. На этом совместные агентационные мероприятия подходят к концу. С вами работал Александр Лысак. Всего доброго и до встречи.